Расписанные стены, разбитые окна и замок на двери – так выглядело здание Дома культуры ещё в ноябре прошлого года. Смотреть на это без слёз в первую очередь не мог его основатель. Ветеран войны и в прошлом общественный культурный деятель Николай Михайлович Корнаухов вспоминает, сколько сил он вложил в своё детище, чего стоила перестройка и как теперь он рад новой и улучшенной жизни Дома культуры. Я сейчас очень счастлив и думаю, что здесь будут оркестры создаваться, что здесь будет многонационная самодеятельность, как у меня была. Будет приглашать грузинскую нацию, армянскую, как я приглашал. Капитальный ремонт здания начался в марте этого года. Меньше полугода потребовалось строителям, чтобы полностью изменить не только облик, но и внутреннюю составляющую Дома культуры. Вопрос восстановления этого объекта был непростым и для властей. Главе города пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть объект на баланс муниципалитета, плюс финансовая составляющая. Такие объекты, как Дом культуры, очень нужны. И поэтому мы уже потратили 31 миллион рублей. Спасибо губернатору Краснодарского края. Он поддержал нас и ещё поддержит. И мы надеемся, что ещё 10 миллионов рублей нам удастся найти в бюджетах двух уровней, для того, чтобы здесь за месяц поставить хорошее оборудование. Помочь центру готовы и народные избранники. Депутатский корпус на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о выделении средств на приобретение хорошего оборудования. В целом, развитие отрасли культуры – один из главных приоритетов властей города. Последние два года, которые Анатолий Николаевич определил, приоритеты. И поэтому у нас активно ремонтируются дома культуры. И сельские дома культуры у нас за тот и прошлый год, за этот год более 20 домов культуры, в том числе сельских домов культуры отремонтированы. И доказательство того, что сейчас и культура в приоритете – вот сегодняшнее событие, которое мы видим, как отремонтирован этот дом культуры. Осматривая новый культурный центр, глава города зашёл в каждый кабинет. Пока секции пустуют, им придают финальный лоск. Скоро начнут устанавливать оборудование и мебель. Анатолий Пахомов предлагает руководителям центра прибегать к советам старшего поколения. «Советникам на оплачиваемой должности. Подсказок будет». Занятия в центре начнутся на следующей неделе. Жители микрорайона считают обновлённый дом культуры настоящим подарком и отличной возможностью проводить досуг с пользой. «Это чудесный подарок, потому что нам, жителям КСМ, хотелось бы собираться все вместе. Какие-то праздники, кинотеатр, может быть, будет. Поблагодарить администрацию города Сочи за такой чудесный подарок». Кстати, за последнее время микрорайон КСМ кардинально обновился. Здесь отремонтированы дороги, построены набережная, благоустроены улицы и остановки. А теперь для юных жителей КСМ и взрослого населения появилось место досуга. Бывшее здание культуры площадью 1500 квадратных метров теперь стало центром национальных культур и местом притяжения творческих людей. Театральные и дизайнерские студии, художественные кружки, пение, танцы и другие направления. Своё мастерство воспитанники центра покажут 17 ноября, в канун Дня города. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.